Приветствую вас. Во-первых, что я вам хочу сказать, это то, чтобы вы перестали себя винить. Да? Это первое. Потому что вина, ну вот, обвинение, значит, себя, ну в том, что произошло, да, обвинение. Никакого хорошего не приведут. Это вам надо понять, в первую очередь, что у вашего брата проблемы в отношениях, да, были уже до того, как, ну, до того, как все произошло у вас с этой женщиной. Вот. И как вы сами сказали, да, как вы сами сказали, что она изменяла своему мужу, да, вашему брату, она изменяла еще до того, как, ну вот, вы стали вместе. До этого все уже, как бы, было. Вот. То есть обвинять себя не нужно. Обвинение это вам ничего абсолютно не дадут хорошего. Будете только себя корить. Будете себя только обвинять. Вот. И большому счету ничем больше эта ситуация вообще не закончится для вас, по крайней мере. Вот. Я не думаю, что вы этого хотите, поэтому именно от подобной модели я рекомендую вам отказаться. То есть у вас не было никогда интимных отношений, да, вот, вам естественно хотелось этих отношений, вот, ну, как и любому, в общем-то, здоровому мужчине, вот. А поскольку, как вы говорите, что жена вашего брата привлекательная, то, соответственно, нет ничего удивительного, что вы не устояли. Тут важно понять, тут важно понять именно то, что дело не в вас. Вот что важно понять. Тут важно понять, что вы не виноваты. Тут важно понять, что, если бы это не сделали вы, да, ну, сделал бы кто-то другой. И как бы разницы вообще никакой на самом деле. Вот правда. Понимаете? Поэтому думается мне, что брат ревнуется тоже не просто так. Брат ведь тоже, как бы он чувствует, он чувствует, что что-то не так с его женой. Он чувствует, что она не принадлежит ему. Ну, но вместо того, чтобы поговорить с ней, вместо того, чтобы сделать что-то, да, как-то постараться работать над отношениями, да, он просто ревнует. Вот. Ну, и в итоге, в итоге ничего удивительного, что эта ситуация имеет место быть. Ничего удивительного абсолютно. Вот. И вам, вам я говорю довольно серьезно, да, что обвинять тебя не нужно. Значит, вы можете сейчас сделать что? Вы можете сейчас, как бы, ну, во-первых, понять, что брат, он, вот, ему нравится. Как обстоят дела. Брат, он понимает, что его жена, его женщина, она привлекательная, да, как вы говорите. Она, там, еще какая-то, вот, ну, в общем, что он, как бы, явно не дотягивает до ее уровня. Ну, и, соответственно, соответственно, если он не дотягивает до ее уровня, то он понимает, что ему, вот, занимать позицию, какую позицию, я имею ввиду, агрессивную, да, скорее всего, значит, потерять ее. А если терять ее, он, ну, не хочет. Потому что она ему важна, дорога, цена и так далее. Если бы ваш брат, как бы, ну, если бы, если бы его не устраивало, то, что происходит, то он бы вряд ли был бы с ней. Раз так, то, значит, его все устраивает. И вам, вам нужно принять эту позицию, принять, что его все устраивает. И просто общайтесь с братом, как ни в чем не бывало, как будто ничего не произошло, и не надо чувствовать себя виноватым. Поймите, в изменении, вот, как бы, в проблемах, да, между супругами, всегда несет ответственность оба супруга. И когда говорят, что вот, там, разлучник, да, там, разлучил, это все, по сути дела, детские разговоры. Потому что, ну, понятно, что совершенно, да, что, если в семье все в порядке, то, там, на другого, на другого, там, на другую женщину, или, там, на другого мужчину, на другого мужчину, никто смотреть не будет. Потому что, как бы, ну, все устраивает, да. Вот, а раз такая ситуация происходит, значит, значит, есть какие-то удовлетворенные. И, с этой неудовлетворенностью, никто не хочет делать ничего. И это ответственных тех людей, которые находятся в каре, по большому счету. Понимаете? Вот и все. Поэтому вам ответственности нести не за что. Вот. Ну, да, понятно, что не стоило, может быть, там, и менять, да. Не стоило, там, может быть, спать с женой своего брата. Это, понятно, не стоило. Но, перестали уже. Брос его не вернуть, не вернуть. Ну, значит, что, что делать? Только, оставлять все, как есть. Вот. И, значит, значит, как-то жить дальше. То есть поймите, что брат, он не может не знать, что его жена ведет себя, там, как вообще, ну, неправильно. Ну, не может, он этого не знать никак. Никак не может не знать. Он-то знает, знает. А раз так, то, ну, что, ну, вы можете что сделать. Ну, правильно, вы можете только позволить ему быть в этом. Это единственное, что вы можете сделать. А самостоятельно вам, да, понятно, что такой ошибки, как вот вы сделали, да, таких ошибок, как вы сделали, понятно, что вам лучше этого не делать больше. Ну, понятно, что лучше не вступать больше в интимную связь с женой и братом. Опять же, нужно понимать, что не вступать в интимную связь с женой и братом не потому, что это как-то, знаете, там, ну, как-то, может быть, плохо или негативно именно для вас. Вот. Нет. То есть для брата, плохо или негативно для брата, нет. Это плохо негативно именно для вас. В первую очередь. В первую очередь. В первую очередь это плохо именно для вас. Потому что вы, как бы, ну, провоцируете себя на, например, ну, например, на не единую позицию в отношениях. А? То есть вы не единственный мужчина для своих женщин. Вот. Хорошо это для вас? Нет, конечно. Нет. Ничего хорошего в этом нет. И поэтому делать так не стоит. Для вас. Для вас еще. Но, опять же, если хочется секса, да, если хочется секса, то, опять же, для этого лучше выбирать партнера никак не связанного с вами. Да, то есть, ну, вы же понимаете, что можете испортить отношения с братом и так далее. Брат не будет слушать, что у него жена такая, что он отношения неправильно строит. Он не будет слушать. Он будет считать, что виноваты в их. И все. И больше ему, как бы, ничего интересного не будет. Больше он ни к чему прислушиваться не станет абсолютно. В смысле, ну, для него это будет ударом очень сильным. Если он признает, что это он что-то не так делал в своем, ну, в своем поведении, вот, в своей позиции, в своем отношении и так далее. Он не будет вас слушать, ваш брат. Поэтому надеяться на это не стоит абсолютно. И подвергать себя каким-то вот ненудным риском, да, тоже ненудным. Но поймите, что ваши желания, они не запрещены. То есть, если у вас есть такие желания, если у вас есть такие потребности, то их нужно реализовывать. Только реализовывать правильно, без негатива, да, свободно и так далее. И все будет в порядке у вас. Вот. А то, получается, такая история, на самом деле, не очень хорошая. Что вы хотите чего-то, да, вот, ну, просто, чего-то вы хотите. Вот. И вы этого добиваетесь, да, вы этого достигаете таким вот не очень хорошим, да, не очень правильным путем. А потом вы себя и вините. Вот. На самом деле, проблема ключевая в том, что у вас не было отношений, вот, сексуальных ни с кем. Вам хотелось этих отношений, и тут как бы, вот, подвернулась такая ситуация. Это плохо, это не очень здорово, но вот, это не очень здорово, то, что вы сделали. Но это и не, как бы, не убийство. А то есть, винить себя за это не нужно. Так, постарайтесь, если у вас есть проблемы, например, допустим, ну, допустим, с построением отношений, да, с девочками, например. Если у вас есть проблемы, то постарайтесь эти проблемы решать как-то вот, ну, самостоятельно, да, не за счет других людей. Понимаете? Понимаете? Старайтесь эти проблемы разбирать как-то вот, ну, как-то вот самостоятельно, да, чтобы не включать в эти проблемы кого-то еще. Вот это было бы правило для вас, это была бы верная позиция. Поэтому с братом общайтесь, общайтесь как-то, и раньше общались с ним, вот, как будто ничего не произошло. Тебя не обвиняйтесь, но, но, обязательно проанализируйте, как-то так получилось, почему так получилось у вас, чтобы этого не произошло. Потому что если вы не сделаете ничего вообще, если вы никак не отреагируете совсем, никак не подкорректируете свое поведение, да, то ситуация повторится. Ну, вы опять, ну, например, переспите с не вашей женщиной, ну, с чужой женщиной, грубо говоря. И, как бы, момент такой, а вам это надо? Момент такой, а вам это нужно, вы хотите это вообще? Вы сами как считаете, вы достойны этого, или все-таки, может быть, вы достойны, там, большего? Может быть, вы достойны все-таки чего-то другого, чего-то такого более, ну, адекватного, да, более равноправного для себя. Вот. То есть всего лишь навсего, вот, всего лишь навсего, подумайте об этом, всего лишь навсего. Всего лишь навсего постарайтесь понять, что нужно вам, вот. Всего лишь навсего постарайтесь понять, чего достойны вы, как бы вы, как бы вы хотели, чтобы было, вот, у вас, например. Как бы вы хотели, чтобы было с вами, чего бы вы хотели для себя. То есть будьте старайтесь думать не о том, что произошло, да, а о том, почему это произошло. Чтобы в ваших силах, знаете, не в ваших силах, и вменить то, что случилось. Но в ваших силах сделать так, чтобы этого больше не произошло. Чтобы этого больше не было никогда. Понимаете? Если вы действительно считаете, что то, что вы сделали было неправильно, то вы обязательно, обязательно свое поведение подкорректируете и обязательно сделаете так, чтобы эта ситуация больше не случилась. Ну а если вы подсознательно, например, этого хотели, да, если вы хотели именно вот девушку, жену, твоему брату, то вы ее получите и получили. Но в этом случае, в случае, если вы хотели именно ее, нужно честно сказать себе, что я хотел ее, я ее получил, да, ну вот. Я рад, что я ее получил, и как бы все. И опять же, брат-то здесь при чем? Как бы у них проблемы в отношениях, у вашего брата проблемы в отношениях. Знаете, вам нужно определиться со своей субъективной стороны. Знаете? Одно дело, если вы влюбились именно в жену брата. Именно влюбились. Тогда, опять же, нужно с женой брата поговорить, все обсудить, если у нее чувство к вам, как чувак, как обстоят дела. Вот. И если что, пусть она подает на развод и будет сладко. Ну вот. Но, скорее всего, скорее всего, вы понимаете, что жена ваша брата вас не любит. И никогда не полюбит. Ну, потому что она пока еще не готова именно к таким чувствам, к таким отношениям. Она не готова к ним еще пока что. И, соответственно, если вы для себя это решите, то сможете от нее отдалиться адекватно. И она вам не будет мешать. Но еще раз повторю, что для того, чтобы это сработало, нужно, чтобы вы сами хотели этого. Нужно, чтобы вы сами анализировали свое поведение. Может быть, даже спрашивали себя, вот, чего я хочу сейчас, в данный момент. Чего я хочу сейчас, в данный момент. Что мне нужно сейчас, в данный момент. И так далее. Чтобы вы это постоянно анализировали. Будете анализировать, и у вас все будет. Ну, а если не будете, то и результата не будет. Понимаете? Заметьте, обвинения, какими бы они ни были, обвинения, это всегда добиться жертвы. Обвинения. То есть, я виноват, все, я, там, вот, такой, сякой, плохой. Это нигде мы не приводим. Продолжает происходить подавление своих желаний. И в итоге они у вас обязательно вновь проявятся. Ваши желания, они обязательно проявятся. И вы опять совершите ошибку. Ну, говоря вот вашим языком, да, вы опять совершите ошибку. И совершив ошибку, вы опять будете, скорее всего, себя винить. Вот. Но я не думаю, я не думаю, я не думаю, что вы хотите, вот, чтоб было так. Вот. Я не думал. Я думаю, что вы все-таки понимаете, что данная традиция, она ни к чему не приведет. Но надеюсь, надеюсь, что вы понимаете. И сделаете выводы. Вот. Это опыт. То, что сейчас с вами происходит, это опыт. И относиться к этому, да, относиться к этому. Как и ну и. Просто как опыт. Вот. А из опыта что делают? Как правило. Обычно. А из опыта извлекают выводы. Вот. Опыт анализируют. Правильно? Правильно. Вот и анализируете опыт. Свой. И. Тогда. Когда вы. Когда есть. Точнее. Вы свой опыт проанализируете. Не будет ничего лишнего. У вас. Вообще ничего лишнего у вас не будет. Вот. Будет только самое-самое необходимое для вас. Вот. Я думаю так можно ответить вам на вопрос. На ваш. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует. Продолжение следует.